Американское руководство совершило предательство исторического масштаба по отношению к своим афганским союзникам. Такое мнение в программе «Полный контакт» на радиостанции Вести-ФМ высказал военный корреспондент ВГТРК о Афганистане Евгений Поддубный. По словам Поддубного, США бросили людей, которые были самыми преданными союзниками Североатлантического альянса. Это люди, которые плечом к плечу поверив в то, что им говорят белые люди, пришедшие в Афганистан, воевали вместе с ними, пояснил корреспондент. По его словам, американцы сделали еще и так, чтобы к новым афганским властям попали данные о том, что здесь делали эти люди, с кем работали. Теперь афганцам, сотрудничавшим с США, грозит преследование со стороны движения «Талибан», запрещено в РФ, которое пришло к власти в Исламской республике. Что касается сформированного талибами правительства, то приставка временная здесь скорее для того, чтобы сгладить политические углы. Было понятно, что движение «Талибан» формировало новый состав кабинета министров без оглядки на европейский мир и формировало новое правительство с позиции победителя над США в 20-летней войне, сказал Поддубный. По его мнению, было бы наивно полагать, что талибы будут создавать инклюзивное правительство. В правительстве учтены лишь интересы влиятельных фракций «Талибана». Теперь получается, что в отдельно взятом государстве первая пятерка министров, руководителей правительства, это люди, которых весь мир разыскивает за терроризм. Более того, в списках ООН эти люди значатся как непримиримые террористы, указал Поддубный. Он уточнил, что на Западе такие люди считаются теми, с кем никак нельзя садиться за стол переговоров. Судя по всему, Талибан не рассчитывает на западное признание, заключил он. Как сообщалось 7 сентября, Талибан определился с составом Временного правительства. Так, исполнять обязанности премьера Афганистана будет Мухаммад Хасан Ахунт, заместителем которого назначен глава политофиса Талибана Мулла Абдул-Гани Бородар. Министром обороны назначен сын основателя Талибана Мухаммад Якуб Муджахид. Главой МВД назначен сын основателя сети Хакани Сираджудин Хакани. Представители радикального движения Талибан пришли к власти в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. США оставили в стране военную технику, которую не смогли вывести, и людей, сотрудничавших с ними. Уже появились сообщения о том, что эти люди подвергаются репрессиям со стороны талибов. Субтитры создавал DimaTorzok